У нас сегодня какой-то мультур-убийственный, потому что у тебя киллеры и у меня тоже. У меня же первый взгляд на сериал под названием «Напарники папаши», то есть «Бадди Дэддис». Так ведь? Правильно? Правильно. «Бадди Дэддис». Я просто, как обычно, очень плохо говорю по-английски, поэтому мне проще так. Тоже посмотрел парочку серий, но на самом деле там дальше с запасом, но прямо дальше можно не выходить, потому что все начинается здесь. Двое парней обитают в одной квартире, но не подумайте ничего плохого, потому что один, например, Кадзаки Курус, такой бабник, игрок, легкомысленный тип вроде, а второй такой, наоборот, Рейсу, вот его зовут, он такой хикикамори, затворник. Вот он, этот первый такой вообще крайне легкомысленно относится к женщинам. И вообще проигрывает все в барах и так далее. А второй, наоборот, вот первый, вот второй. Второй сидит дома, играет в PlayStation, живет еду и никуда старается не выходить. Как я. Как все знакомо, как все знакомо, да? Это же просто. Да, сидит такой. Но на самом деле все, конечно, не так просто, потому что в реальности они оба наемные убийцы и вообще выполняют всякие мутные задания. Так, видишь, какой он суровый хики-то бывает на задании. Которым выдает в соседнем баре, вот этот соседний бар, некий посредник, который Кютаро Куги. Так, назовем его посредником. Фиксер, я не знаю как. Короче, вот он так вот накровно выдает им очередное задание. И на самом деле Кадзаки обычно, вот этот, который легкомысленный, обычно собирает информацию, планирует операцию. А второй, накровный Рэй, вообще главный стрелок в дуэте. И вот на одном задании им нужно ликвидировать... Ты сам тоже столько промотал. А да, потому что сейчас вернусь на него, это я проехал дальше. У меня то густо пусто. На одном из заданий нужно ликвидировать одного мерзкого торговца, людьми, ну, как обычно, очень нехорошего человека, который устраивает большое мероприятие, званный рождественский вечер гостиницы. И вот они поэтому надеваются в Санту, напарника запихивают в тележку. И вроде бы вот хорошо спланированная операция начинает давать трещину. Они замаскировались, официант везет тележку с разничным тортом для этого самого нужное время. Но тут появляется маленькая четырехлетняя девочка, которая ищет своего папу. Потому что мама ей сказала, что папа будет тут на празднике, причем, то есть, девочка шла через город весь день, дико проголодалась, поэтому спокойно видеть торт просто не может, естественно. Теряет самообладание полностью. В результате операция идет полностью не по плану. В результате главный гад умудряется взять даже девочку в заложники, в конце концов. И парням такие в последний момент удается вышибить ему мозги, спасти девочку и более-менее благополучно слинять. Вот. Счастливый конец. Шучу. Вернувшись домой, они, выскользнув как-то из лап полиции, ну, как они умеют, они обнаружили, что они грохнули, похоже, как говорится, биологического отца девочки. Причем он совсем не горел желанием девочку удочерить, а мама отослала, потому что сама не справлялась. Короче, все плохо. Я уж не хочу совсем пересказывать, как они мать искали. Дальше это уже было в следующих сериях. В результате выходит так, что девочка живет в крайне необычной семье, в которой никто никому не родственник и не очень стремится им быть. И вообще сложно найти более неподходящую компанию. Хотя, конечно, настоящий папа и мама девочки, наверное, более неподходящие как раз в компании есть. Потому что у этих парней есть хотя бы какое-то понимание о доброте, как ни странно. То есть они, конечно, киллеры и все такое, но, например, вот когда есть эпизод, когда Рэй, вот этот, с Хики, притаскивает домой котенка, а Кадзуки с этого бесится, потому что, ну, объясняет, если нас убьют, представляешь, что с котенком случится? Говорит, и относит обратно на улицу, его забирает. И Кадзуки можно было бы назвать, конечно, бессердечным, потому что, если бы он не укутывает котика своим шарфом, и потом не кладет ту же коробку, откуда уже, похоже, кстати, забрали кота, еще и кошачий корм. И тут к ним падает вот такое чудо, с которым приходится разбираться всерьез, почище котенка. Постепенно оба начинают понимать, каковы быть родителем, несмотря на катастрофически разные характеры. Ну, понятно, что сериал делался на волне популярности Spy Family, семьи шпиона. На сайте сериала есть интервью с продюсерами сериала самого, со студии, вот это, как он там, лапки, PA, а не вот это как там, PA Works. PA Works. Да, PA Works, лапки, PAF. И они там, между прочим, это оригинальный сценарий, без базы в виде книг или манги, это прямо вот оригинальные вещи, они там упоминают в качестве источника вдохновения, между прочим, сейчас я секундочку защёлку ещё, да, вот Spy Family, который явно вдохновлял, потому что тоже семья с убийцами. Да. Вот это интервью на сайте прям Buddy Deddy. Родители один, родители два. Да, ну, почти, но, короче, они там, на самом деле, источниками вдохновения вспоминают совершенно другие вещи, это «Идеальный мир» с Клинтом Истудо, с Кевином Костнером, такой фильм был тоже. «Ласта-Ласта» вспомнили? Неа, они, похоже, не смотрели. Не играли. «Ласта» они не смотрели, а им некогда просто. Ещё «Леона» вспомнили, и ещё, как ни странно, фильм «Полярный» называется, нетфликский фильм, где там тоже драма про родственников. А, говоришь, некогда, видишь, они до Netflix добираются периодически. Ну, «Ласта» это сейчас, а сериал-то разрабатывается уже года полтора-два, наверное, ты же понимаешь. Ну, короче, там совсем другая история, вот этот, как раз, этот «Полярный». Там тоже семейная драма с пистолетами и так далее, но это, по-моему, тоже «Леона» вдохновлялись. Хотели сделать вначале историю про крутого мужика, который поневоле воспитывает ребёнка, как в «Леоне», потом решили уменьшить возраст, потому что, если продюсер тоже своего выращивает, и драматичнее будет, если ремёнок совсем беззащитен. Ну, зато в этом возрасте дети очень напористые, что, конечно, очень сильно добавляет комедийных шуток всяких. И сценарист уже сам предложил сделать не одного киллера, а двоих, чтобы было столкновение интересов и характеров. То есть у них катастрофически разные характеры. Вот Рэй подбирает котёнка, Кадзуки выносит обратно. и выясняет, что сам Кадзуки, кстати, умудрился бросить свою беременную подругу и теперь страдает и шлёт им деньги. Так что тут всё вообще интереснее, чем может показаться. Продюсер, конечно, ещё и хидно замечает, что, как бы это сказать, вообще-то сейчас модная тема, конечно, однополые родители, семья без родственных связей, но они, конечно, вдохновлялись скорее классически. Вся Россия воспитана однополыми семьями из мамы и бабушки. Ну, не вся, но... Значительная часть. Не-не, у меня дедушка воспитывал, у меня всё хорошо. Повезло. 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 Сценариста зовут Вио Химакура через В. Вио, да, которого за душой только, наверное, не самый удачный сериал 24-й район Токио, Токио недавний, тоже. Ну, хорошо начинался и как-то сдулся, как у Гена у рабочих, кстати, бывает тоже иногда. Псевдоним автора, кстати, взят от Вио Химакура. Химакура это марка скрипок, а Вио это виолин, собственно, скрипка. Он когда-то шёл домой и увидел в витрине скрипку этой марки и решил, что это хороший псевдоним. А вообще он, конечно, игровой сценарист в Nitro Plus студии. Он, скажем, частично написал Врата Штейна оригинальные, там частично это его работа. Так что, как бы, человек всё-таки понимает. Режиссёр зовут Иси Юки Асайи, который снимал кучу хороших сериалов, типа Шарлотта, это ему делает честь, в общем, и, например, Фейт Апокрифа, что гораздо туманнее, но тоже, в общем, неплохо. Ещё лично я уже потом опознал, когда вот появился опенинг, не в первой серии он появляется, что дело происходит не в Токио, а в Фукуоке. Вот я там вот прямо вот в опенинге опознал набережную. Вот оригинал. Вот набережная как раз, Фукуокская. Буквально два клика мышкой, потому что нашёл конкретное место. Просто в Фукуоке я был и сильно впечатлился городом. Он эффектный, он необжиданный. А ещё про него ходят такие вот дурацкие слухи. Знаешь, как про Питер ходит, что там расчленёнка сплошная, да? Это же как... И про Фукуок ходит, что это город киллеров. Поэтому то, что дело происходит где-то в Фукуоке не очень удивительно в данном случае. В общем, всем, кто скучает по семье шпиона и ждёт следующий сезон, очень рекомендую. Вот Сэйю, которые их озвучивали. Так что прямо вот занятно, весело, не скучно, достаточно кроваво местами. То есть тема поднимается достаточно жёстко, потому что там и брошенные дети, и убийства, и всё такое с кровушкой. Всё прямо это серьёзно. То есть как вот семью шпиона мотает достаточно сильно, кстати, сюжетно, там и драматические серии, если какие-то совсем школьные, и вот посмотрим, как оно тут пойдёт. Ну, в общем, выглядит весело, но в принципе драма там, чувствую, будет ещё. Посмотрим. Так что, тем более студия хорошая всё-таки, и надеюсь, что что-то из этого вырастет прилично. Так что то, что случает по семье шпиона, скоро новый сезон, полуметражник ещё, по-моему... Сколько там серии вышло у этих... Четыре, по-моему, сейчас. Четыре, по-моему, я вот до третьего успел досмотреть, да, по-моему, его дальше можно. Пока он не сдулся, пока всё хорошо, иногда скучно не стало, и они очень бутрячков. Субтитры сделал DimaTorzok